Как не навлечь беду и укрепить здоровье? Какие лекарства и методы лечения заслуживают внимания? Профессиональные консультации донецких врачей в программе Радио Доктор на Радио Республика. У микрофона Ксения Камарь. Здравствуйте. Благодарю всех, кто присоединился к нашему эфиру, потому что гость программы у нас сегодня Тарасова Мария Георгиевна, врач-акушер-гинеколог высшей категории, мамолог Донецкого Республиканского Центра охраны материнства и детства, хорошо известного в народе, еще как Вольница Вишневского. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мария Георгиевна осветит тему грудного вскармливания, которое дает любовь и защиту с первого дня. Но не всегда так думали, и не все, в начале 2000-х, то есть в нулевых. В роддомах буквально продавали молочные смеси. А вот что это такое было? Такой мировой заговор против здоровья людей, продвижение продукта, такие маркетинговые ходы? Или это была все-таки забота о молодых мамах и новом поколении? Вот на Ваш взгляд. Грудное вскармливание является непревзойденным средством обеспечения идеального питания для здорового развития малыша, составляя уникальную биологическую и эмоциональную основу для здоровья и матери, и ребёнка. Нужно сказать, что мы за эти годы научились доверять ребёнку, понимая его потребности, понимая то, что ребёнок знает, и мы уверены в этом абсолютно, когда ему нужно скушать, сколько и почему всё должно происходить именно так. И задача мамы – услышать малыша и дать ему возможность маме подсказать, как это должно быть. Поэтому, конечно же, усилия всех сотрудников нашего центра направлены на максимальное поощрение и поддержку грудного вскармливания. Об этом говорят и врачи на этапе планирования беременности, и врачи женской консультации. Собственно говоря, школа репродуктивного здоровья и планирования семьи, которая функционирует в нашей клинике уже более 15 лет, одно из своих тем имеет занятие по поощрению и поддержке грудного вскармливания. Но об этом более подробно мы с вами, наверное, скажем чуть позже. То есть вы только за грудное вскармливание, а молочные смеси – это как необходимость? Есть ситуации, когда у ребенка нет доступа к маме, нет доступа к материнской груди. И, конечно, для деток, которые вскармливаются искусственно с самого рождения, в общем, вот такой выход имеется, безусловно. Но для деток, которые вскармливаются грудью, ничего, кроме груди, первые 6 месяцев совершенно не нужно. Что в составе материнского молока и почему его невозможно стопроцентно заменить молочной смесью? Материнское молоко – это уникальный продукт. Содержащиеся в нем компоненты – белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, ферменты и другие биоактивные вещества находятся в оптимальном соотношении и имеют максимальное сродство к тканям организма малыша. Поэтому материнское молоко легко переваривается и полностью усваивается. Нужно сказать, что оно защищает ребенка от инфекционных, аллергических, дисгормональных заболеваний и адаптируется к потребностям ребенка в зависимости от возраста и состояния его здоровья. Оно всегда готово к употреблению, всегда в достаточном объеме, нужной температуре и не требует финансовых затрат. В 70-х годах еще были, ну если не кормилицы, то кормили молоком доноров. Насколько эта практика сейчас существует? Нет, такой практики не существует. Кормилицы были по той простой причине, что раньше были рекомендации по регулярному сцеживанию женщинам. Мы тоже этой темой сегодня коснемся. Женщине рекомендовалось каждый раз после кормления опорожнять молочную железу буквально до последней капли. А когда мы поступаем таким образом, мы стимулируем избыточный прилив молока. А ребенку нужно совсем немного. При рождении у ребенка объем желудка очень небольшой. И поэтому женщина, хотя бы поэтому, может быть уверена, что у нее всегда будет необходимое количество питания для малыша. Конечно, с ростом и развитием ребенка объем желудка у него увеличивается. И тогда мы говорим о том, что к концу первого месяца и лактация установлена, и женщина может предугадать, скажем так, когда ребенок в следующий раз захочет приложиться к груди. То есть интервалы появляются, безусловно, два, два с половиной, три часа. И тем не менее, одним из основных правил является все-таки кормление по требованию ребенка. Так вот, касательно сцеживания. Кормилицы по этой причине и были, что когда женщина регулярно сцеживается, у нее количество молока, вырабатываемое в организме, превышает потребности ребенка. А для того, чтобы не допустить застойных явлений, нужно давать регулярный отток молока из груди. И поэтому женщины бесконечно сцеживались. А поскольку продукт невероятно полезный и совершенно уникальный, то, конечно, и были детки, которые нуждались, детки те же самые искусственники. Собственно, да, такая практика раньше, но это было очень давно. Была, нет, сейчас такой практики нет. Говорят так, что мы впитали с материнским молоком те или иные нравственные принципы. Ведь часто звучат, да, такие выражения. Вот как вы относитесь, что передается ребенку еще с материнским молоком? Можно ли с ним передать еще и какие-то другие такие категории когнитивные? Безусловно, я думаю, да, потому что одним из преимуществ грудного вскармливания является тот нежный эмоциональный контакт мамы и малыша, который обеспечивается при кормлении ребенка грудью. Ведь для ребенка самое желанное – это маминые объятия, которые дают ему чувство защищенности. Я хочу сказать также, что кормление грудью способствует скорейшему восстановлению организма матери после родов, снижает риск аномии благодаря уменьшению кровопотери. Метод лактационной аминарии обеспечивает контрацептивный эффект в первые 6 месяцев после родов и особого внимания заслуживает тот факт, что кормление грудью защищает от рака молочной железы и дисгормональных заболеваний молочной железы. То есть нужно понимать, что женщина и ради здоровья своего малыша и своего здоровья должна заботиться тем, чтобы кормить грудью и чтобы это молоко было? Да, безусловно. Какие еще преимущества? Очень важно, чтобы первое прикладывание новорожденного груди состоялось еще в родильном зале. Молозиво, которое образуется в груди в первые 3-5 дней после родов, очень калорийное и крайне питательное. Его будет вполне достаточно для обеспечения потребностей малыша. Раннее и частое кормление по требованию ребенка стимулирует приток молока и становление лактации. Рекомендуется кормить ребенка так часто и долго, как он этого хочет. Обычно уже спустя 15-20 минут малыш будет сыт, но при этом он может не отпустить молочную железу, а продолжать находиться в тесном контакте с мамой, чувствуя, как бьется мамино сердце, слыша запах материнской кожи, слыша голос мамы, слыша, как работает кишечник у мамы, потому что это те звуки, в которых ребенок развивался в течение всей беременности. И это настолько важно для ощущения комфорта новорожденного в первые несколько месяцев после рождения. ребенка может просить приложить его к груди даже не столько потому, что он голоден, сколько потому, что ему нужно вот это чувство защищенности. И у мамы есть очень простой путь – обнять, приласкать, приложить к груди и таким образом защитить от всего на свете и создать такое гнездышко для ребенка. Нужно сказать, что длительные перерывы в прикладывании груди могут нарушить регулярность процесса и стать причиной застоя молока. И, конечно же, кормление грудью должно непременно проходить в спокойной, неторопливой, комфортной обстановке, так как настроение мамы непосредственно влияет на поступление молока и на обеспечение малышу чувства защищенности. Ну вот это действительно очень важный момент. Мама, она не просто мама, она кормящая мама. И на нее наваливается так много волнений и переживаний. Находиться в этом таком спокойном, стабильном, расслабленном состоянии, наверное, очень сложно бывает. Какова роль отца? Является ли он таким тоже партнером, кормильцем кого? Мамы, ребенка. Вот как вы его рассматриваете в контексте семьи? Тут еще вопрос не только папы, но и бабушки, и свекрови, и дедушки, если они находятся тоже рядом с мамой и с младенцем. Да, безусловно. В первые дни и недели после родов молодая мама как никогда нуждается в помощи близких людей. Особенно в поддержке самого родного человека, своего мужа и по совместительству новорожденного папы. И, конечно, бережное отношение всех членов семьи к близости мамы и малыша способно обеспечить поддержку и укрепить взаимопонимание и доверие, в которых так нуждается молодая мама. Спокойный, терпеливый отец сможет направить и помочь в сложной ситуации, взяв на себя по мере сил некоторые хлопоты по уходу за ребенком, прогулки на свежем воздухе, купание малыша и так далее. Школы пап у вас есть или мы об этом поговорим попозже? Хотите? Папы приходят вместе с мамами, с будущими мамами. Как я уже сказала, в нашей клинике уже более 15 лет работает школа репродуктивного здоровья и планирования семьи, в рамках которой проводятся занятия по таким направлениям, как сопровождение беременности, подготовка семейных пар к родам, уход за новорожденным и, конечно, на тему поощрения и поддержки грудного вскармливания. Занятия проводятся с беременными, кормящими женщинами, членами их семей, с медицинским персоналом, врачами-интернами, врачами-курсантами. За время работы школы только по поддержке грудного вскармливания прочитано более полутора тысяч лекций. Известно, что поток информации по вопросам грудного вскармливания настолько велик, что часто будущие мамы и папы находятся в растерянности и не знают, чему следовать и какого мнения придерживаться. Сотрудниками нашего центра накоплен огромный опыт по вопросам поощрения и поддержки естественного вскармливания. А какие это поощрения? Вот мне даже интересно стало. Какими пряниками поддерживаете кормящих пап и мам? Вы знаете, женщинам даже не нужно пряников. С женщинами понятно. Но тем не менее, слово поощрение прозвучало. Прозвучало, да, безусловно. Я вам хочу сказать, что вот тот опыт, который у нас накоплен, даёт нам возможность построить занятие таким образом, чтобы дать женщине ощущение уверенности в своих силах и понимание того, что, как и почему будет происходить. То есть, если женщина информирована, она спокойна и уверена в том, что у неё всё получится. Когда мы приглашаем, а мы всегда, когда говорим о том, что вот у нас есть такая школа, придите, послушайте, вам это будет интересно. Мы это говорим со всей ответственностью, потому что при подготовке к занятиям мы максимально с душой подходим к этому вопросу, войдя в положение и будущей мамы, и будущего папы, понимая, что этап, в который они входят, не просто удивительный, волшебный и, как хотите, все самые лучшие эпитеты, можно сказать. Он новый и совершенно неизведанный и непонятный. Поэтому часто бывает так, что мама и папа до конца ещё не совсем понимают, чего им ждать. Так вот мы объясняем, буквально отвечаем на все вопросы, которые задают мамы. Но, честно говоря, очень часто женщины приходят, уже имея список вопросов. Причём мы говорим, что каждая женщина может прийти на занятия столько раз, сколько ей будет нужно. Вот если ей что-то непонятно, она может прийти несколько раз и задавать все вопросы, которые она считает нужным, хотя бы по той причине, что, обсудив новые полученные знания с близкими людьми, с подругами, со знакомыми и так далее, она может услышать другие мнения, зачастую противоречивые. Так вот, конечно, когда женщина опирается на мнение медицинских работников, всё-таки она сама делает вывод, каким образом ей относиться к той или иной ситуации. То есть мы даём ей понимание, что и как будет происходить. Когда рядом присутствует папа, папе даже не нужно. Папа! Женщины приходят с подружками, сёстрами. То есть рядом часто находятся… А бабушки, к слову, очень любят давать советы. Они ещё помнят, как опять напомню, в 70-х необходимо было ссаживать молочную железу. Сейчас совершенно другие знания, поэтому можно приходить и вместе с бабушками. Это правда, нужно. Бабушки – это такая благодарная аудитория. Бабушки всегда очень внимательно слушают будущие бабушки. Они всегда делятся своим опытом. Они всегда говорят, а нас учили по-другому. Я очень всегда прошу, пожалуйста, вот скажите сейчас, если вы с чем-то не согласны, давайте обсудим сейчас. Чтобы вы поняли, опять же, причину, почему было вот так и почему стало вот так. На самом деле причина одна. Мы научились доверять ребёнку. Это самое важное. А бабушки действительно… Хорошо бы, чтобы это доверие не растерялось тогда, когда уже ребёнка отлучили от груди. Правда? Ну это так. Отступление. Как долго? Есть ли вообще правила продолжительности кормления ребёнка? Да, конечно. Всемирная организация здравоохранения рекомендует матерям кормить ребёнка исключительно грудным молоком до 6 месяцев, с последующим введением прикорма и сохранением грудного вскармливания до 2 лет, поскольку естественное вскармливание – это всё-таки лучший способ кормления вашего малыша. До 2 лет? Да. Нужно сказать, что когда мы говорим о кормлении по требованию, то всё-таки кормление по требованию рекомендуется до года. После года. С прикормом, правильно? Вот прикорм вводится с 6 месяцев. К году ребёнок может кушать уже много чего другого. Дело в том, что материнское молоко своей ценности не теряет до последней капли. Но поскольку ребёнок растёт и развивается, у него увеличиваются потребности. Именно поэтому вводятся прикормы. И вот к году, когда ребёнок уже много чего другого, кроме материнского молока, может кушать, вот после года уже вступает в силу всё-таки режим кормления. Потому что кормление по требованию уже не совсем уместно. И вот в таком режиме, когда мы кормим в определённые временные промежутки, уже привязываясь всё-таки к завтраку, обеду и ужину, кормление до двух лет, безусловно, для меня, как для мамолога, повторюсь. А мамочек вообще волнует вопрос, что с продолжительностью кормления грудная железа теряет форму? Потому что она ведь не только как кухня для ребёнка, она ещё и сексуальный объект. Для меня это выглядит немножко по-другому. Не у каждой женщины, далеко не у каждой женщины теряется, давайте так скажем, форма молочной железы после кормления. Это всё-таки генетика. Есть ситуации, когда у каждой женщины в процессе беременности молочная железа меняется, она увеличивается в объёме. Вот изменилось ли вообще отношение отцов к матерям, которые выкармливают грудью их детей? Конечно, изменилось. Изменилось в лучшую сторону. Когда папа смотрит на свою любимую жену, которая кормит грудью своего самого любимого в мире ребёнка, у папы, как правило, не возникает никаких других вопросов. Ну, то есть очевидно одно, что грудное вскармливание – это знамя, которые должны перенести всего человечества, потому что это гарантия здоровья нации. Именно по этой причине мы сегодня эту тему и подняли у нас в студии. Так вот, какие же основные принципы грудного вскармливания? Давайте буквально по списку мы перечислим и этим завершим нашу программу. Раннее прикладывание ребёнка к груди. В течение первых 30 минут после рождения ребёнок потихонечку ползущими движениями доползает до молочной железы и получает те самые первые незаменимые совершенно капли молозива. Следующее – это кормление. По требованию я хочу повторить этот момент. Это очень важно. На одно кормление рекомендуется прикладывать ребёнка к одной молочной железе. Дело в том, что в процессе кормления существует переднее или раннее, так называемое, и заднее, или так называемое позднее молоко. Так вот, переднее молоко является питьём для ребёнка. Мы с вами уже сказали, что в первые 6 месяцев жизни ребёнок не нуждается ни в чём другом, кроме материнского молока. Так вот, та жидкость для питья, которая нужна ребёнку, это и есть переднее молоко. У него совершенно потрясающий состав, но не очень большое содержание жира. И вот за счёт этого молоко, такое белесоватое, немножко голубоватое может быть, но оно вот таким и должно быть. Оно легко идёт по протокам. И ребёнок вот это переднее молоко получает очень просто. А заднее молоко – это непосредственно еда, там очень много жиров, плюс ко всем необходимым элементам. Извините, вот вам и правило для взрослой жизни. Сначала выпей стакан воды, а потом плотно поешь, ну или плотно, или поешь как нужно. То есть это заложено в нас природой. Вот то, что мы впитали в себя с молоком матери. Да, возможно. Так вот, на одно кормление всё-таки рекомендуется давать ребёнку одну молочную железу и не ограничивать его по времени сосания, всё-таки для того, чтобы ребёнок добрался до этого заднего молока, то есть до плотного молока, до еды непосредственно. Оно отличается, оно более густое, оно более насыщенное, оно даже по цвету отличается, такое вот сливочного цвета, такое очень красивое. Правильное положение ребёнка у груди, нужно сказать, что это основная профилактика трещин сосков, застойных явлений, лактостазов и маститов. Мы на занятии очень много внимания этому уделяем и показываем, буквально показываем, как нужно приложить ребёнка. Я только хочу сказать, что именно таким образом, правильно приложив, правильно повернув ребёнка к себе, мама может решить все возможные проблемы с застойными явлениями, ребёнок, безусловно, должен всей передней поверхностью тела быть повёрнут к маме, а мама при этом должна удобно сидеть, облокотив спину, таким образом, чтобы на коленках у неё был, ну, например, валик из одеяла, и ребёнок должен располагаться на уровне молочной железы, полностью повёрнут к маме, то есть животик к животику, таким образом, чтобы ребёнку не нужно было поворачивать голову, чтобы захватить орелу. Это следующий очень важный момент при кормлении мама всегда поначалу, чуть позже это получается автоматически, а поначалу мама обязательно должна проследить за тем, чтобы ребёнок захватил не сосок, а максимально большой участок орелы. Мария Георгиевна, вынуждена вас прервать, потому что как бы эфирное время ограничено, а вот эти подробности, на самом деле, они очень любопытны для наших слушателей, для части наших слушателей. Но я поняла одно, что невероятно важно всем, кто окружает молодую маму, поддерживать её в её стремлении кормить своего ребёнка грудью, создавать особую атмосферу, понимать её, потому что все кормящие мамочки, они, конечно, в особом космосе находятся, это правда. Очень важная информация, которую вы сегодня для нас озвучили, и ещё важнее, это обязательно готовиться к грудному вскармливанию и приходить, не пропускать занятия в школе грудного вскармливания. Да, это так. Но ещё один не менее важный момент я хочу добавить. Нет необходимости в регулярном сцеживании. После кормления не нужно сцеживать молочную железу, если она не беспокоит. Спасибо большое. У нас сегодня сложилась замечательная беседа с очень добрым, чутким профессионалом, с врачом-акушером, гинекологом, мамологом высшей категории Донецкого республиканского Центра охраны материнства и детства Тарасовой Марии Георгиевной, которая болеет душой за пациентов и маленьких, и маленьких новорожденных. И маленьких пациентов. И маленьких пациентов. Спасибо большое за чуткость и нежность неподдельную, которая звучала в вашем голосе. Спасибо вам. Спасибо за участие в нашем эфире. Радио Доктор. Прислушайся к здоровым советам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова